Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 14 мая, мы встречаем это утро с вами вместе. А с вами сегодня Дмитрий Попов, Алиса Троян. Мы уже зарядились бодростью, энергией. Это действительно какое-то чудо и готовы всем этим позитивом и оптимизмом поделиться вместе с вами, потому что да и вчера у нас был действительно богатый информационный день, и наши корреспонденты не упустили возможности побывать на самых актуальных событиях и насытиться, набраться полезной информацией, которую мы готовы с вами поделиться. Кстати, вспоминаю о том, о недавнем событии, о марафоне на 9 мая, когда принимали участие сразу три телеканала. Это Первый Крымский, Крым-24 и телеканал Милет. Рекордное количество зрителей посмотрело в это время парад на трансляции. Первое место во всем Крыму занял Первый канал, Второе место Россия-1, ну а Третье место занял Первый Крымский. Марафон Победы 9 мая вошел в топ-тройку по количеству просмотров среди местных и федеральных СМИ. Вошли Крым-24 и Первый Крымский. На время праздничных мероприятий к нам присоединился телеканал Милет. Впервые в истории крымского телевидения одновременно работали все три республиканских телеканала. Они охватили военный парад, бессмертный полк в столице и в регионах. Завершился марафон прямой трансляции праздничного салюта. Как телевизионщики прожили этот день, расскажет Лилия Веджат. Чтобы главный праздник страны дошел до каждого уголка Крыма, телевизионщики собрали новейшую технику, транспорт и все свои силы. Мы вышли на улицы задолго до первых выступлений и поздравлений. Мы ждали, когда приедут главные участники, ветераны. А затем десятки тысяч людей вышли на площади столицы. На плазменных экранах они смогли увидеть поздравления президента. Поздравляю вас с Днем Победы, с Днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. Глава республики выступил на трибуне. С телеэкранов и уличных мониторов все услышали его слова. Мы благодарно склоняем голову перед подвигом тех, кто мужественно сражался на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье, кто самоотверженно трудился в тылу. Крым был полностью разрушен. Поколения фронтовиков, возвращавшиеся с Крыма, возвращавшиеся с войны, увидели свой полуостров совершенно разрушенный. После парада в честь Дня Победы по столице двинулся бессмертный полк. В Симферополе в нем прошли 47 тысяч человек, а всего в республике Крым 83 тысячи. С ними плечом к плечу шли наши журналисты. Они собирали в строю самые трогательные истории. Он прошел две войны, имел каждое ранение. Хочу преклонить перед ними голову. Он прошел всю войну, и я очень благодарен ему. Желаю, чтобы больше такой войны никогда не повторилось. В этот день объединились три республиканских телеканала, 18 камер, три квадрокоптера, три передвижные телевизионные станции, пять с половиной часов прямого эфира. Первое включение в 8 утра. Наши журналисты ведут трансляцию с улиц Симферополя. С минуты на минуты начнется военный парад. В строй становятся летчики, минеры, пехотинцы, саперы. Люди присоединяются к бессмертному полку. Коллеги, вам слово. Но как трудно передать это слово. Самая большая опасность – потерять связь со студией. Вокруг тысячи людей, а по ту сторону экрана еще больше. Приготовили рации. У нас были специальные люди, которые махали рукой и кричали в эфире. Но все равно понятно, что были накладки. Это было, наверное, заметно. Те, кто видел нашу трансляцию, видели вот эти небольшие сбои. Но, несмотря на это, мы все равно почти вовремя включали наших корреспондентов, включали наши сцены. Это был наш телевизионный фронт, наш бой. Мы его выиграли, мы победили. Всех ждем победы. Есть на телеканале и командный пункт. Трансляции на сотни тысяч зрителей. Управляли десятки сотрудников. Мы находимся в АСБ. Это сердце телерадиокомпании «Крым». Именно отсюда осуществлялась координация всех прямых включений праздничного марафона. А их было более сотни. Здесь режиссеры получали сигналы со всех точек столицы. И они справились практически без сбоев. В этот день технические сотрудники оказались на высоте. С 10 часов вечера за день до мероприятия. А также в 4.30 утра все технари уже были в Гагаринском парке на площади Ленина. Готовились. Было больше 20 источников видеоизображения. Было более 15 техников в полях и конкретно на студии. Пик просмотров 9 мая пришелся на период с 10 до 12 часов. Самым популярным в это время традиционно оказался Первый канал. Он вел трансляцию с Красной площади Москвы. На втором месте телеканал «Россия-1». А третьим стал Первый крымский, который транслировал парад в Симферополе. Мы единственные в России из региональных телеканалов, которые смогли парад победы здесь в Крыму осветить именно на федеральном уровне с помощью огромного количества техники. И прежде всего это заслуга коллектива. Да, потому что было желание. И это был рекорд. В эти часы наш телеканал обошел НТВ, Россию-24, звезду и других титанов масс-медиа. Особое внимание, конечно же, команде новостей, потому что мы и включались, и работали после марафона, обеспечивали погружение телезрителей в атмосферу праздника, потому что происходило здесь действительно много чего интересного. И все это можно было смотреть в режиме реального времени. Марафон 9 мая. Это наша вторая победа. Впервые в этом году, в дни Крымской весны, наш телеканал вышел на невиданный ранний рейтинг. А в день победы – второй рекорд. И эту планку мы взяли благодаря вам, наши дорогие телезрители. Лилия Виджат, Ситмимед Кукчиев и вся команда телеканалов «Первый крымский», «Крым-24» и «Миллет». На страже южных рубежей Черноморскому флоту России исполнилось 236 лет. Указ о его основании подписала еще императрица Екатерина II. Сейчас, как и в предыдущие столетия, военные моряки служат Отечеству. Почему офицеры, мичманы и матросы с детства мечтают попасть на легендарный краснознаменный Черноморский флот, узнавала Анастасия Соснина. Евгений Ивашов с детства мечтал стать офицером. Служить сейчас на Черноморском флоте для него большая честь. Я рос в военной семье, поэтому стать офицером, продолжателем военной династии и служить именно на Черноморском флоте для меня было почетно. И я к этой цели шел и в итоге пришел. Тот плох, матрос плох, который не хочет стать адмиралом, поэтому, конечно же, мечта максимально выслужить и получить хотя бы капитана первого ранга. Отметить годовщину основания Черноморского флота собрались десятки военнослужащих. Среди них и контр-адмирал в отставке Владимир Честухин. Он служил на всех четырех флотах России. Значимый флот на сегодняшний день – Черноморский флот, потому что он является гарантом безопасности наших южных берегов, наших границ, южных границ России. Еще до основания Севастополя Россия искала место для базирования Черноморского флота. Эта территория подошла идеально. 13 мая 1783 года 11 кораблей Азовской флотилии вошли в эту Ахтиарскую, ныне Севастопольскую бухту. Позже к ним присоединились 17 кораблей Непровской флотилии. Эти первые 28 судов и стали ядром зарождающегося Черноморского флота. День основания Черноморского флота в России чествуют каждый год, но задачи, как и 200 лет назад, остаются прежними. Именно 236 лет назад на этом месте был образован флот. Изначально он был предназначен для решения задач защиты нашего отечества на южных рубежах. Задачи не изменились и для нашего поколения. Задачи решались во все времена. Задачи решаем и мы. По традиции во Владимирском соборе уступальницы адмиралов верующие присоединились к благодарственному молебну. Здесь покоятся российские адмиралы, герои Крымской войны Павел Нахимов, Владимир Корнилов, Владимир Истомин и Михаил Лазарев. В этот день военные принесли цветы к памятнику императрице Екатерине II, основательнице города Севастополя и Черноморского флота. Родному флоту 236. Но если бы даже ветеранов не спросили, теперь ни у кого сомнения нет, боеспособен Черноморский флот России. И несмотря на годы и невзгоды, готов, как прежде, к боевым походам. Что он и доказал. В завершении праздника по указу президента России отличившимся военнослужащим вручили государственные награды за заслуги перед страной. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, новости 24, Севастополь. Это были основные новости к данному часу, но я уже чувствую, что скоро будет новая порция, которую мы вам обязательно сообщим первыми. А Министерство курортов и туризмов проводит и подводит далее итоги майских праздников. И у нас есть достижения. Допустим, по сравнению с прошлым годом, в этом отдохнуло на 40% больше туристов. Ну, преимущественно это украинцы, но добирались они необычными путями. Допустим, с моста приехал каждый второй. А вот, допустим, авиатранспортом каждый третий и каждый пятый добрался, ну, как обычно, через границу. Это все было на майские праздники. Это действительно для Крыма небольшой рекорд. Но я думаю, что это пока что просто очередная ступенька по достижению действительно большого, огромного количества туристов, довольных туристов, которые будут приезжать к нам постоянно. Причем отдыхающих было около миллиона. И действительно, крымчане продолжают фиксировать уровень гостеприимства все больше и больше. И будем надеяться, что людям будет приятно и радушно у нас отдыхать, потому что, ну, у нас есть чем порадовать. Ну, а сейчас, я думаю, самое время связаться с родильной студией, потому что нужно узнать, о чем же уже разговаривают наши коллеги. Прервем. У нас прямая связь с нашими коллегами с утра. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, дорогие. Доброе утро. Ну, рассказывайте. Какие темы вы поднимаете сегодня в вашем эфире? Мы основные темы пройдемся, потому что как нужно заполнять правильные, какие есть хитрости. В управляющих компаниях мы поговорим с людьми компетентными. А также поговорим о фестивале Крымдог. У нас есть гости на эту тему. А еще мы вот только недавно говорили о майских праздниках. Ну, и, конечно же, вспоминали вашу вчерашнюю тему о том, как проходил праздник 9 мая. А вот сегодня что у вас? А у нас тоже свой фестиваль, только бизнес-фестиваль предстоящий. А ну-ка, поведайте подробнее. Первый крымский бизнес-фестиваль для управленцев, для тех, кто управляет персоналом. Это директоры по кадрам, начальники отдела кадров, я так понимаю. Руководители предприятий. Руководители предприятий. Все люди, которые кого-то имеют в подчинении. Ну, будем надеяться, что вы эту тему обсудите действительно подробно и полезно. И там озвучат много всяких лайфхаков, которые помогут и предпринимателям побольше денег зарабатывать, ну и, конечно же, сотрудникам побольше отдыхать и тоже чувствовать себя комфортно. Вот, Дима, и ты начинаешь с утра взаимосновными словами забрасывать терминологии. Вот такие вот у нас темы. В целом будем говорить о занятости населения в Крыму. Ну, в общем, будет интересно. Ну, мы тоже обещаем, что наш эфир будет интересный, поэтому, я думаю, зрители не упустят возможности и радио послушать, когда будут ехать. И перед выходом с нами пообщаться, нас посмотреть. Вам удачи. И вам. Всего хорошего. Ну, а теперь, я думаю, для того, чтобы подготовиться людям, которые уже торопятся на работу, нужно рассказать о том, какой же погода будет на полуострове. Давайте ее посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Крыму. Итак, для тех, кому еще вот, кто уже достиг преклонного возраста и тяжело ему рассмотреть эти цифры, мы напомним, что в Ялте плюс 17, в Симфрополе плюс 22. В Алуште при этом плюс 18, а вот Красноперекопск стал лидером по высокой температуре, потому что там сегодня будет до плюс 23 градусов тепла. Хотя я еще сам не достиг преклонного возраста, но со зрением, конечно, тоже не все идеально. Причем один видит больше, другой меньше, плюс-минус, очень странно. Ну, ладно, перейдем дальше к следующей теме. Вот, допустим, у нас в сельском хозяйстве не все так плохо, и эксперты уже разглядели, что про 100% семян зерновых и зернобобовых соответствуют всем стандартам. И проверили они 15 тысяч, ну, всех этих тонн, так сказать, этого материала. И пришли к таким выводам, что все отлично, и чтобы мы не готовили из булочек и так далее, все будет очень аппетитно и вкусно. А как вкусно будет булочки, да с каким-нибудь блюдом, например, борщом? Наверное, уже устали от этих майского меню, которое наверняка изобил какими-нибудь мясными блюдами. Вот давайте к какой-то традиционной кухне вернемся. Наш корреспондент прошелся по рынкам Симферополя и узнал, сколько вам обойдется такой набор. Суточная норма овощей, витаминов и заряд сил, которые обеспечат работоспособность на протяжении дня. Все это в тарелке борща. Для того, чтобы получить максимальную пользу от блюда без лишних затрат, к выбору продуктов нужно подходить ответственно. Начнем с помидоров. Сезон их созревания на полуострове еще не начался, поэтому плоды завозят с материка. Те, что крупнее, стоят 170 рублей, поменьше 200. Какие же стоит выбирать? Для борща, в принципе, 170 пойдут, они нормальные. Для салата, конечно, лучше те. Далее по списку лук, морковь и картошка. Ее сорт не так важен, как качество, твердость и спелость плода. Капусту стоит выбирать средних размеров, а свеклу лучше большую. Ну а теперь переходим к зелени. Средняя стоимость укропа и петрушки на центральном рынке 20-25 рублей. Можно нам по одному пучку и чесночок, пожалуйста. Без мяса в традиционном борще не обойтись. Одни используют курицу, другие свинину. Но профессионалы советуют выбирать говядину на кости. Цена за килограмм варьируется от 350 до 400 рублей. Также для борща подойдут филейные части, но стоят они дороже. Лучше выбирать говядину, потому что она более наваристая идет. И место, которое самое лучшее подходит для этого блюда, это грудинка. Грудинка или антрикот, если кто помяснее хочет, но там будет меньше навара. Лавровый лист и специи – это дело вкуса, потому их стоимость не учитываем. Все необходимое купили, пора подсчитать, в какую сумму обошелся набор продуктов для приготовления борща. Полкилограмма мяса обошлось в 280 рублей, а весь набор продуктов для большой кастрюли борща – почти в 600. Пора приступать к приготовлению. Принято считать, что традиционный рецепт появился в 14 веке – сибирский, флотский и со щавелем. Сегодня существует больше сотни видов борща. Одни овощи в зависимости от кулинарных предпочтений можно заменить или дополнить другими. К примеру, многие используют вместо помидоров томатную пасту. Известны рецепты с добавлением яблок и чернослива. Неудивительно, что у каждой хозяйки и получается он по-разному. Стефан Филатов, Андрей Псом. Утро нового дня. Лучших работодателей определят в Крыму народным голосованием с 13 по 17 мая. Есть для этого определенный сайт, там будут оцениваться критерии. Естественно, будут участвовать работодатели только те, которые соблюдают трудовые нормы какие-либо. Если там нормированный или не нормированный рабочий график, но при этом соблюдаются все основные какие-то рекомендации. А также будет несколько категорий. Будет 4 категории по численности сотрудников. Например, будет свыше 200. От 100 до 200 сотрудников. От 50 до 100. И до 50 сотрудников. То есть будут большие корпорации, поменьше и на целом маленькие. Да, я в целом конкуренция смотрю серьезно. Хотя у нас есть такая позитивная новость про предпринимателя, который действительно достиг мирового успеха. Он стал первым молодым миллиардером. И зовут его Марк Цукерберг. И у него сегодня день рождения. Парню исполняется 35 лет. Поэтому если у вас есть такие крутые знакомые, можете их поздравить и сказать, Марк, с днем рождения. Потому что Facebook он запустил, благодаря которому он стал таким богатым, 4 февраля 2004 года. Вот так вот и буквально стал миллиардером всего лишь за один год. А если, может быть, у вас есть такие крутые работодатели знакомые, то вы можете за них проголосовать. А результаты будут показаны в эфире телеканала Первый Крымский в программе «Жестко», потому что она будет проходить из Феодосии. И там как раз таки будет разворачиваться борьба. И мы сможем посмотреть на того самого-самого лучшего работодателя, за которого проголосовали не только ЕФО сотрудники, но и все люди в Симферополе, да и просто Крыма. Потому что проголосовать могут абсолютно все, даже студенты. Ну, тем более, я думаю, если он станет лидером в своей области, уже его предприятие будет на особом спросе. И, конечно же, клиентов будет значительно больше. А мы предлагаем вам окунуться в следующую нашу рубрику, в которой мы расскажем о тех людях и о тех событиях, которые запомнились в истории. 14 мая 1607 года переселенцы из Англии основали свое первое постоянное поселение в Америке – Джеймстаун. Городок несколько раз подвергался нападению местных жителей, но, несмотря на это, просуществовал 92 года, после чего был заброшен. В наше время это музей под открытым небом. 14 мая 1835 года в свет вышла сказка о рыбаке и рыбке, написанная поэтом, драматургом и прозаиком Александром Сергеевичем Пушкиным. Произведение издали в журнале «Библиотека для чтения». Изначально автор планировал включить сказку в состав песен западных словян. В этот же день 1878 года название «Вазелин» было запатентовано как торговая марка. Средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чесбро. На данный момент продукт применяется в медицине, косметической и текстильной промышленности и в качестве пищевой добавки. 14 мая 1900 года в Париже открылись старые Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер, одержав победу в соревнованиях по большому теннису. 14 мая 1908 года Вилбу Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана Чарльза Фернеса и совершил вместе с ним полет на 600 метров, длившийся 28 секунд. В дальнейшем показательные вылеты стали традиционными. 14 мая 1924 года в английской полате лордов предложили ввести экзамены на получение водительских прав. Интересно, что первое водительское удостоверение никак не было связано с квалификацией водителя. Документ разрешал использовать шумный и дымный автомобиль в черте города. В этот же день, 1981 года, правительство Республики Мальта приняло декларацию о нейтралитете. Несмотря на небольшие размеры и провозглашенный статус, государство имеет собственные армейские подразделения. Основная функция вооруженных сил – защита страны от внешних и внутренних угроз. Сейчас смотришь различные мультфильмы, типа «Тачки», там называют все свои автомобили. И так приятно, когда в современной эпохе многие водители называют свои машины с разными приятными именами. И как раз-таки у нас есть для них особое меню. И сейчас узнаем стоимости, чем можно покормить свой автомобиль. Итак, газ у нас стоит 26 рублей 66 копеек. Дизельное топливо – 50 рублей 31 копеек. 92-й – 46 рублей 27 копеек. 95-й – 50 рублей 4 копейки. 98-й – 56 рублей 39 копеек. Теперь немножко к новостям экономики. Расходы россиян выросли до максимума вообще за все предыдущие периоды времени. И теперь они тратят на 6% денег больше. Вот так вот. Так что, если у вас есть возможность, экономьте. А экономят обычно привычественно на еде. Теперь предлагаем обратиться к курсу валюты. Итак, узнаем, если продолжает ли у нас расти доллар и евро. Потому что именно такие показатели прогнозировали эксперты. И мы отмечаем все же, да, доллар, он продолжает расти. И его стоимость 65 рублей 47 копеек. И, как мы вчера говорили, евро тоже сохраняет эту же тенденцию. Его стоимость 73 рубля 52 копейки. Далеко не уходя от иностранной валюты, хочется отметить, что в Великобритании выпустили монету в 50 пенсов с изображением Шерлока Холмса. Это все было в честь того, что у Артура Конан Дойля исполнено 160 лет с его дня рождения. И поэтому они выпустили профиль знаменитого сыщика. И там какие-то самые знаменитые его цитаты. Ну, о том, какие же цитаты можно услышать в театрах и кинотеатрах нашего города, давайте посмотрим в нашей следующей рубрике. На основной сцене в Русском драматическом театре имени Горького. Постановка. Номер с фруктами. Главный герой – помощник губернатора, который за годы работы нажил множество недоброжелателей. Когда он снял номер «Люкс» для свидания, произошло событие, изменившее планы чиновника. Спектакль поставлен по пьесе Александра Коровкина. Начало в 19.00. В Крымско-Татарском академическом театре музыкальная и танцевальная программа «Язык любви». Артисты подготовили новую программу в двух частях. Мелодрама в метре друг от друга. В городской больнице знакомятся два одиноких подростка с редкой болезнью. Чтобы не заразить друг друга, им запрещено контактировать, но истинная любовь диктует свои правила, и ребятам пришлось выдумать новые. На больших экранах фильм «Последствия» с Кирой Найтли. В послевоенной Германии царит разруха и голод. Мэр Гамбурга должен восстановить город с нуля. Вместе с женой они селятся в особняк, где живет архитектор с эмоционально нестабильной дочерью. Смогут ли бывшие враги ужиться под одной крышей? Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно. Для младшей аудитории приключенческая история Маугли Дикой планеты. В этой версии популярной сказки действие разворачивается в космосе. После крушения корабля мальчик попадает на Дикую планету, где вместе с роботом и инопланетным созданием они должны дождаться спасения и изучить окружающий мир. В кинотеатрах мультфильм «Большое путешествие». Маленького львенка разоучили с семьей и отправили в далекую Африку. Его друзья – коала, крокодил, хамелеон, жираф и белка – отправляются на поиски малыша. Для этого они сбегают из зоопарка и начинают непростое и трудное путешествие. В Симферополе 16 мая пройдет ярмарка в Аканте. И у всех студентов, безработных, да и просто желающих сменить свое место работы будет такая возможность, потому что будет там огромное количество работодателей, а молодым специалистам даже выдадут трудовые книжки. И пустые, правда, пока, что нам будем надеяться, что потом они наполнятся только самыми хорошими записями о профессионализме и о каких-то особых отличиях. Знаешь, на одной из таких ярмарок я с таким уникальным персонажем общался. Он такой молодой человек, но видно, что он такой слишком какой-то легкий был и такой воздушный парень. И он говорит, мне так нравятся, так сказать, крепкие напитки из винограда. И поэтому я хочу стать виноградарем. Ну, как-то, видишь, говорит, у меня к этому душа лежит. Ну, в общем, если вы собрались работать, лучше, конечно же, серьезно к этому относитесь, а не ищите какую-нибудь работу, которую вам, ну, как вы обычно праздно проводите время. Ну, слушай, а ты знаешь, что на самом деле оказывается какое-то рекордное количество россиян готовы работать на своей работе только потому, что она им нравится? А даже если бы им не платили деньги, они все равно согласились работать бы на том же месте, потому что их работа приносит им удовольствие. Правда, кстати, большинство людей, которые отвечали, а это были респонденты, которым было за 60, то есть это говорит о том, что предыдущее поколение более серьезно относилось к своей работе. Более посвященно. Ну, и видишь, они, наверное, все-таки заранее знали, кем они хотят и не отступали. А мы сейчас просто выбираем. Власти эксперты отмечают, что человек, который работает на работе, и она ему удовольствия не переносит, продержится, как правило, в 90% случаев не более трех месяцев. Три раза получил зарплату, понял, что все это напрасно, и лучше жить в радость. А вот власти Ялты намерены изменить герб. В нем они обнаружили масонские знаки, скрытые. И, в общем, все же настаивают на том, что нужны перемены. А его создатель Сергей Милокумов, который создал еще этот знак в 2005-м, ну, в 2005-м уже, конечно, его геральдическая гильдия утвердила, он, в общем, борется со своей правой и говорит, нет там ничего скрытого и ничего я не подразумевал. А вот подробнее о графике и вот об этом искусстве у нас в следующий сюжет. Сабина окончила университет по специальности дизайнер интерьера, но на этом не остановилась и прошла дополнительное обучение. Теперь она одна из немногих в Крыму 3D-моделлеров. Создает миниатюрные копии памятников и достопримечательности России. Работает удаленно, на дому. Я начинаю делать со стандартных примитивов, то есть там из кубов, из сферы. Мне присылают такой черчеж, и по этой фотографии здесь отмечено то, что мне нужно делать по нумерации. И после я начинаю свою работу. Вот такой большой прыг. Это Багаяринский собор в Казани. Из таких маленьких деталей собирается полноценная модель. Она состоит из нескольких частей цилиндров и линий. Каждый объект пронумерован и имеет свой цвет. Здесь сотни элементов. Обычному пользователю компьютера разобраться практически невозможно. Еще сложнее создать 3D-модель человека. Нужно хорошо знать анатомию. То есть я беру за основу какую-то фигуру, двигаю части тела, потом его одеваю, потом начинаю делать прорисовку. Кроме того, здесь еще не прорисованы волосы, плохо видно глаза, здесь нет еще руки. Ну вот это уже предпоследний этап создания. Вот таким способом с помощью графического планшета и ручки убираются неровности. Чтобы овладеть профессией 3D-моделлера, нужно досконально знать программу и уметь хорошо рисовать. Ведь даже черты лица и складки одежды приходится создавать вручную. В среднем на один макет уходит около месяца. Чтобы смоделировать вот такую маленькую деталь, в данном случае это фигурка Будды, нужно потратить немало времени. Сначала 3D-модель создается в специальной программе, на это нужно 3-4 часа. И потом ее нужно напечатать, это еще два. А вот так картинка анимируется. Есть вкладка «Раскадровки», на нужную точку ставится замочек, и программа запоминает порядок движения. Для создания телевизионной заставки, например, программы «Утро нового дня», требуется около недели. Оформление передачи начинается с того, что нам главный режиссер приносит заявку. Мы садимся с коллективом, с нашими ребятами, с режиссером, и обсуждаем, как будет выглядеть этот концепт. Рисуем логотипы, рисуем оформление. Собирается нужный материал и компонуется в специальной программе. Выбираются шрифты, цвета, насыщение и наполнение фигуры. Расставляются ключики анимации. Каждый объект содержит в себе информацию о положении, вращении, прозрачности и размере. Творчество – это такое дело, что не угадаешь по времени, сколько времени уйдет на разработку, непосредственно на оформление какой-то передачи. Может уйти месяц, а может уйти один день. И все решается достаточно быстро, потому что у нас телевидение, у нас прямой поток. Все начинается с идеи, а дальше, как говорят дизайнеры, все получается само собой. Многолетний опыт и профессионализм позволяют точь-точь воплотить задуманное. Ксения Шарапановская, Олег Бойко, Андрей Псом. Утро нового дня. Как жильцам работать с управляющими компаниями, где там можно найти подводные камни и как экономить на платежках, мы поговорим с нашим следующим гостем. Действительно, деньги платишь, а вот куда они идут, непонятно. И быстрее, и подробнее нам на это ответит вопрос. Андрей Владимирович Рыбченко, председатель Координационного совета над родной контроль ЖКХ. Приветствую вас. Доброе утро. Здравствуйте. Могли бы все же отметить, в чем проблема? Вот вы говорите, если существуют подводные камни, я думаю, за последние годы уже удалось их определить. И наверняка люди жалуются, говорят, вот, а вот сдаем мы деньги, а перемен почему-то не видим. А если посчитать, что дом большой, из каждой квартиры понемножку, то в сумме за годы получается немаленькие суммы. Куда они идут? Они идут на обслуживание дома, по большей части, точнее, должны идти. А вот что подразумевает под собой обслуживание дома? Дом-то большой? Есть минимальный перечень необходимых работ. 290-е постановление правительства Российской Федерации, где определены 26 видов работ, которые должны обязательно выполняться на каждом доме. То есть 26 это вообще в каждом доме должен быть пунктов, да? В зависимости от самого дома. То есть если это лифтовая девятиэтажка, там обслуживание лифтов добавляется. Если это пятиэтажка, обычная хрущевка, то обслуживание лифтов удаляется, но добавляются некоторые другие вещи. На вашем смотрите, какие пункты чаще всего игнорируются? Чаще всего игнорируются текущие ремонты и замена оборудования. Текущий ремонт, как часто он должен проходить? Текущий ремонт проходит не так часто, как хотелось бы, учитывая изношенность наших сетей вообще в домах многоквартирных. Это ж по 70-е, 70-е, даже 60-е годы. Изношенность сети очень большая. И ремонты текущие должны проводиться, ну как минимум 10% от объема сетей, допустим, в год. Но, вот тут выходит вопрос цены. В смысле? Это вопрос цены слишком мало с людей денег собирает? Или как-то... В чем загадка? Дело в том, что сами тарифы, ну скажем, не тарифы, а размер платы за обслуживание многоквартирного дома, это не тариф. Он не регулируется государством, он не регулируется муниципалитетом, поэтому каждая компания вправе выставить свой тариф. Они на чем-то должны основываться. Поэтому первое, что мы должны сделать для того, чтобы сэкономить и получить качественный ремонт, это каждая управляющая компания обязана предоставить свою цену на рассмотрение общего собрания собственников. И вот когда они представляют эту цену, необходимо затребовать список работ, которые они будут выполнять, расценки на эти работы, объемы на эти работы, все это согласовать с управляющей компанией. А что делать, допустим, если у людей нет связи с управляющей компанией? Или, допустим, они знают, что у них должна проходить уборка подъезда хотя бы раз в месяц, раз в неделю, конечно же, лучше было бы, а этого нет. Дальше, что человеку делать? Мне бы хотелось бы, наверное, узнать побольше о списке тех необходимых вещей, которые должна выполнять управляющая компания. Потому что кроме ремонта, уборки и что еще? Лифта. И замены до лифта. Ежегодные осмотры. В зависимости от осмотра процесс проходит так. Должен быть проводиться осмотр в присутствии председателя Совета многоквартирного дома. Проводится осмотр, определяются основные направления действия, что нужно подлатать, что нужно заменить, что нужно убирать. Совместно с управляющей компанией это дело формируется уже в цену. Вот на этом этапе, значит, жители могут влиять на цену компании. А на ваше усмотрение... Так, подождите, я правильно поняла, что только уборка и ремонт, все, больше ничего не входит? Уборка, ремонт, ежегодные осмотры, вывоз ТБО, но это сейчас передали региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами. Обязательно три раза в год осмотры дымовентканалов. Без этого ни в одном доме газа быть не может. Значит, далее. Ну, текущие ремонты я уже говорил. Ну, в принципе, все, вот такой набор работ. Если мы говорим о подводных сегодня камнях, каких-то определенных, каких-то недоработках, на ваше усмотрение, сколько управляющих компаний справляется со своими задачами в Крыму, а сколько все же нуждается в какой-то дополнительной мотивации, если так можно выразиться? Вы знаете, в Крыму, ну, я знаю одну компанию, которая справляется. Остальные не вполне справляются со своими, ну, обязанностями, скажем так. То есть деньги все-таки берут, а необходимый набор работ не всегда выполняется корректно, скажем так. Вот. И их необходимо стимулировать. Тут для того, чтобы сэкономить, одно из самых распространенных подводных камней сейчас, это то, что управляющая компания, когда утверждает цену, выставляет одну цену, то есть там, допустим, 15 рублей за квадратный метр. А когда мы начинаем получать акты выполненных работ, цена там оказывается вдруг совершенно другая за работы. Ждет ли какое-то наказание таких, так сказать, предпринимателей, это раз, и насколько страдают от этого сами жители дома? Наказание, как такового, не предусмотрено. Понимаете? То есть управляющая компания может соблюдать все требования жилищного кодекса, но выставляет свои расценки. То есть много объясняют. По факту, это как ты пришел в магазин, видишь ценник за хлеб 20 рублей, а ты плачешь 40, грубо говоря. Ну, это административная ответственность, как минимум, обман покупателей. Есть такая статья, но на это смотрится сквозь пальцы, скажем так. Почему? По одной простой причине. Вопросы ценообразования не регулируются жилищным законодательством. То есть со стороны жилищного законодательства привлечь невозможно. Необходимо привлекать со стороны Роспотребнадзора. А могут ли граждане сменить, например, управляющую компанию, если их не устраивает, что ничего не делает? В любой момент граждане вправе сменить управляющую компанию. То есть собрать общее собрание собственников помещений и поменять. Просто-напросто. Разорвать договор с одной компанией и уйти в другую. Такие случаи в Крыму бывали ли и сколько? Бывали случаи и, скажем так, неоднократно. Ну, счет идет на десятки, уже подбирается к сотням. Ну, а допустим, да, разорвали, а нужно же найти другую управляющую компанию. И будет определенный период, когда вообще задумываем. А можно без управляющей компании вообще обойти? Да, без управляющей компании нет. А почему? Если жилицы, например, сами хотят собирать деньги и сами выполнять ремонт, они будут уверены в том, что... Или им нужно свою управляющую компанию зарегистрировать? Нет, они должны создать товарищество собственников жилья, товарищество собственников недвижимости и сами управлять своим домом без участия управляющих компаний. А насколько это сложная процедура создать вот такое товарищество? Создать несложно, управлять гораздо сложнее. Опять-таки, тут вспоминается тот самый 26 пунктов обязательных работ. Соответственно, на один дом это необходимо. Директор, бухгалтер, электрик, сантехник, уборщикца, дворник, ну и так далее. То есть штат набирается, должен быть набран. Либо заключать договор с управляющей компанией. То есть, опять-таки, мы возвращаемся... Ну, как система, грубо говоря, как субподрядчик. Вот, ты берешь на себя ответственность и нанимаешь другую компанию. Да. Но есть дома, которые успешно справляются с этим. И очень неплохо этот процесс идет у них. Управляют. Либо это непосредственное управление может быть. Если в доме менее 30 квартир. Андрей Владимирович, благодарим вас за ваши ответы. Я думаю, и люди теперь будут более бдительные. И также управляющие компании свои услуги будут выполнять более ответственно. А сейчас предлагаю обратиться к нашей следующей рубрике. Крым онлайн. Перекресток улиц Чехова и Красноармейской в Симферополе уже прозвали самым опасным в крымской столице. Количество разбившихся здесь машин только с начала года. Исчисляется десятками. Очередная авария попала на видеорегистратор. В социальных сетях предлагают установить в этом месте шлагбаум. Может, тогда количество ДТП снизится. Цирковые трюки можно увидеть не только под куполом, а и на дорогах Крыма. На трассе Таврида между селами Крымская роза и Ароматная. Подростки устроили опасное шоу. Неизвестно, оценили ли этот номер водителей, ехавшие за машиной. А вот другой случай, связанный с детьми. В этот раз аварии избежать не удалось. Водитель КамАЗа влетел в забор, чтобы не наехать на школьников. ДТП произошло в селе Колодезное Симферопольского района. По словам очевидцев, никто не пострадал. В Севастополе развернулась операция по спасению дельфина. На берегу казачьей бухты волонтеры всю ночь дежурили рядом с больной Афалиной. Млекопитающему удалось помочь. Через время дельфин вернулся в море. Сейчас ветеринары пытаются его найти, потому что терапия не окончена. В Крыму ожидают известного американского актера Дольфа Лунгрена. Сюда он приедет для участия в съемках фильма о Великой Отечественной войне. Звезда боевиков исполнит роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельтмана. Съемки будут проходить в начале лета и следующей весной. В Севастополе на берегу моря были замечены болтливые чайки. О чем переговаривались птицы, можно только догадываться. Специалисты обнаружили огромную свалку в районе Строгановки. И узнали они соцсетей. Не только мы обращаемся к ним и обращаем на них ваше внимание. Но видите, специалисты также смотрят о том, что же происходит. Потому что каждый пользователь, естественно, лучше разбирается, какая проблема есть рядышком с ним. Убрали. Оказалось, там 450 килограммов мусора. Их утилизировали в соответствии с тем, как это требуется сделать. И даже собственника нашли. Теперь у него уже, возможно, будет административное наказание. И наверняка будет штраф. Но как-то все равно обидно, что несмотря на все угрозы, наказания, да и просто нет какого-то понимания сознания, что биологическим отходам не место просто посреди чистого поля. Да и в целом сейчас практикуется такая вот тенденция, что если местные власти обнаружили свалку, и она оказалась на вашем участке, допустим, на вашем огороде или на вашей земле, они могут вас предупредить, чтобы вы убрали. Если вы этого не делаете и проходит довольно большой период времени, приезжают уже местные власти, точнее, вот нанят им транспорт, и они это убирают. Но потом вам приходит человек, по которому необходимо будет рассчитаться. Что же, действительно грустно, что многие такие свалки становятся домом для беззащитных животных, которые нуждаются в нашей заботе и поддержке. И одному из таких вот зверьков у вас есть возможность помочь. Поэтому давайте посмотрим, кто это. Дакота. Нежная, яркая и красивая. Она любит людей, любит общаться, отлично ходит на поводке и любит учиться. Дакоте около года. Она привита и стерилизована. Звоните, привезем. Плюс 7978-863-1103. Аэропорт Симферополь обслужил около 134 тысяч пассажиров за весь праздник, за все время майских праздников. То есть это огромное количество, о котором мы уже рассказывали. Причем готов напомнить, что аэропорт является вторым, так сказать, каналом потока к нам отдыхающих. В первую очередь занимает сейчас мост. Но у нас есть возможность попасть на улицы Симферополя при помощи интернета, потому что с нами на связи наш корреспондент Салья Салямова, которая расскажет нам что-то интересненькое, что она уже увидела в городе. Да, Салья, здравствуй. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Крым. Хотелось бы немного рассказать о погоде. Майские праздники завершились, а вместе с ними и непогожие деньки. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. Эта неделя началась действительно с обновленной климатической ситуации. По-настоящему летнее тепло пришло наконец-то и в Крым. Сегодня ожидается до плюс 25 градусов, а завтра буквально плюс 30 будет, то есть действительно очень жарко. Но вот хотелось бы сказать, что температурные показатели меняются на глазах. Буквально минут 40 назад, когда я только вышла на улицу, было очень прохладно, и я даже утеплилась, надела теплую куртку. Сейчас я понимаю, что сделала это зря, потому что уже, мне кажется, в воздухе где-то плюс 18, плюс 20. Эта ситуация изменилась буквально за 40 минут. Но если Крыму действительно в этом плане очень повезло, и май обещает быть даже жарким, хотя в последнее время уже, казалось, надежды на это не остается, тем не менее в Москве сегодня объявили желтый уровень опасности. Туда идут холодные циклоны с Северного Кавказа, где сейчас буквально заливает там грозы и ливни, очень много воды, которая несется по улицам, буквально несет вместе с собой машины. И вот этот циклон приближается и к Москве. Я думаю, что, как вы все знаете, то, что происходит в Москве, в скором времени происходит и у нас. Я имею в виду климатическую, конечно же, обстановку, и поэтому, если там ожидаются дожди, то в скором времени могут они добраться и до нас. Но, тем не менее, я не рекомендую вам огорчаться по этому поводу, а выходить на улицу, потому что здесь действительно уже ощущается очень теплая погода. Обратите внимание, насколько вокруг все сделено. Может, вы слышите, как поют птицы, а я сейчас нахожусь в парке Шевченко. Вот здесь наблюдается такая красота, хотя хотелось бы отметить, что сейчас людей здесь мало, но в целом город просыпается, и уже можно увидеть обилие людей на остановках, все спешат на работу. Ну, а я спешу к своему следующему пункту назначения, и, коллеги, вам передаю слово. Спасибо большое, Салья. Действительно, город просыпается, и не только в виде людей, которые торопятся на работу, а в виде растений, которые действительно как будто бы за один день появились из ниоткуда, расцвели каштаны, и сейчас есть возможность просто идти. И какая-то немножко поздняя у нас весна получилась, но, тем не менее, сейчас все начинает свисти очень активно. Конечно, и тем более, если у вас есть свободное время, бросайте гаджеты, компьютеры, и просто насладитесь возможностью прогуляться по парку. Тем более, эксперты отметили, что жители России стали куда чаще жаловаться на угрозы из интернета, потому что спам получает 55% пользователей, а навязчивая реклама сталкивается 45%, и это буквально за год показатель вырос на 10%. Поэтому будьте осторожны и внимательны. Да, конечно, технологии могут нести и вред, и пользу, как это обычно бывает. Мы пытались при помощи интернета найти какие-либо самые интересные новости со всего мира и показать их вам. Японию не зря называют страной высокой культуры. Сейчас там набирает популярность новая форма медитации. Взрослые люди с головой пеленуются в ткани и качаются из стороны в сторону, чтобы расслабить мышцы и почувствовать себя в безопасности. Судя по видео, спрос на процедуру растет. В Свердловской области пьяные жители устроили фаер-шоу, только место для этого выбрали неподходящее – автозаправку. На кадрах видно, что молодые люди курят рядом с бензоколонкой, и в какой-то момент она загорелась. В Малоярославце путь к знаниям действительно тернист и сложен. Чтобы пройти в школу, нужно преодолеть череду препятствий, возвращающегося из учебного заведения ребенка засосало в болото, в которое превратились тротуар и дорога. Французские полицейские объявили о приеме на работу кроликов. Ушастые будут искать контрабанду. На видео девушка с черным зверьком на руках рассказывает о преимуществах этих животных перед служебными собаками. Правда, потом оказалось, что нововведение – всего лишь шутка. В Якутске парень добровольно убирает мусор. За 8 лет Антон Васильев собрал 7 тысяч мешков с отходами. В свободное от работы время парень помогает семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Учиться, учиться и еще раз учиться – непреодолимая тяга знаний привела американского козла к школьному автобусу в Юте. Но пройти фейс-контроль ему все равно не удалось. И погладить, и покататься. В столице барышня растекала по улицам, стоя на гладильной доске. Русская смекалка в действии. Пользователи социальных сетей оценили приспособления. Некоторые даже предложили свои варианты использования доски. Волонтеры намерены завершить акцию по ликвидации огромной несанкционированной свалки в селе Чистенька под Симферополем 25 мая. Вот, к сожалению, эта линия идет красной низью через весь наш эфир, что все-таки есть несанкционированные свалки. Но что радует, что их постепенно начинают ликвидировать. Как государственными силами, так и частными. Так вот, например, приглашают волонтеры всех желающих. Они неоднократно уже ходили по всему полуострову, потеплело. И теперь они всячески пытаются украсить наш город. И если вдруг вы хотите стать такими, как они, или просто выйти на воздух и сделать наш город, наш Крым немножечко лучше, то присоединяйтесь к этой акции. А у нас сейчас как раз-таки есть возможность обратить свое внимание на веб-камеры, которые находятся в городах и столицах нашего полуострова. И так предлагаю обратить свое внимание на площадь Ленина, Симферополь. Сейчас разворачиваем и узнаем, много ли там людей. Как раз-таки солнышко светит прямо в камеру, поэтому видно плохо. Ведется сейчас загрузка. Но людей, кстати, мы не видим практически, практически не видим. Видимо, все-таки после майских праздников очень сложно просыпаться утром. Может быть, уже все на работе. Да, и в целом, когда люди набираются на работу в центр города, они, наверное, просто минуют эту площадь и идут уже по центральным улицам, пересекая кресты. Итак, Херсонес уже смотрели вчера много. Вот, давай мы глянем на Бахчисарай. Это, по-моему, как раз-таки очень красивый план. Там же наверняка сейчас рассвело все. Ой-ой-ой. Ты видела, птичка там пролетела? Так она, там, где-то рядышком была. Да, вот она там слева, ее плохо видно. Я проезжаю когда по этому месту, пытаюсь найти эту камеру взглядом, но почему-то я ни разу не замечала, где она установлена. Ну вот сейчас, как раз-таки, кстати, хотелось бы вдруг оказаться там, несмотря на то, что работа приносит удовольствие, но эта природа действительно не может не вызывать какие-то теплые чувства. Очень бы хотелось сейчас где-то там вдруг оказаться внезапно. Ты видела, сколько машин? Только что вот какой-то прям кортедж из четырех проехал в одну сторону и из двух в другую. Я сомневаюсь, что это люди, наверное, мчат на работу, может. А может быть и да, почему бы? Да. И почему ты думаешь, что нет? Потому что действительно сейчас очень много людей, которые выбрали для себя место проживания. Это какой-то пригород и считают, что из Бахчисарая в Симферополь ездить на работу не так далеко, потому что привыкли к каким-то московским меркам. И там, если крымчанин любой нормальный, если ему скажут, что до работы добираться полчаса, то он еще подумает, хочет ли он. А если скажут час, так вообще не согласится. Я с тобой абсолютно согласен. Мне кажется, что час добираться на работу, это какое-то испытание настоящее. Ты думаешь, что я буду все это время делать? Если ты еще и водитель, так вообще не очень понятно. И получается, что трудишься в день ты значительно больше, два часа. А за два часа можно многое успеть. Вот я, кстати, если бы у меня была возможность, я бы, наверное, вот здесь, в Бахчисарай, жил. Потому что мне кажется, что Бахчисарай – это один из самых прекрасных районов у нас в Крыму. Тем более, там много продают тандырной самсы. А это прямо очень близко моему сердцу и души. Я очень люблю это блюдо, одно из самых любимых. Ну, в принципе, в Бахчисарай действительно есть свой особый колорит. И отмечается, что, несмотря на его близость к Симферополю, это абсолютно какой-то другой мир, где скалы университет прямо над дорогами, старый город, очень приличает сейчас туристов. И как раз-таки у нас много таких городов во всем Крыму, и в каждом есть своя особая изюминка. И наш корреспондент побывал в Саках и расскажет о их особых целебных грязях. Золото из грязи. Для жителей города-курорта Саки это не просто идиома. Здесь знают, как на основе илов уникального соленого озера изготовить лекарства почти от всех болезней. Когда-то на месте этого водоема был залив. Пять с половиной тысяч лет назад море отступило. В образовавшемся мелководном озере начала формироваться рапа – концентрированный раствор соли. И осаждаться ил. И хотя сегодня искупаться в озере нельзя, его глубина не более 70 сантиметров, целебные грязи и вода ежегодно притягивают сотни тысяч людей, желающих поправить свое здоровье. Здесь, в нашей части Крыма, нет той видимой красоты. Природа наделила западное побережье красотой тех природных лечебных факторов. Для нашего курорта нет показателей такого межсезонья, высокий, тихий и так далее сезон. У нас сезон здоровья, он круглый год. В 21 веке на берегу соленого озера высятся корпуса санаториев и шевелюры сосен. Но в прежние времена этот пейзаж был менее живописен. Выжженная степь и горячий ветер. Что не пугало путешественников? Еще во II веке до н.э. Плиний писал о волшебных грязях, которые применяли по технологии древнеегипетских жрецов. Они выкапывали ямы в рост человека, укладывали туда страждущего, оставляя на поверхности только голову. И вот в такой грязевой могиле человек находился час. Выполненной манипуляцией считалась тогда, когда пациент терял сознание. Тогда его выкапывали и омывали рапой из самого озера. Именно такую череду процедур здесь получил в свое время Николай Гоголь. В советские годы на берегу Сакского озера был открыт целый научный комплекс. Он работает и по сей день. И называется Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция. Здесь всесторонне изучают уникальный водоем и его донные отложения. Грязь в своем составе имеет как минеральные соли, такие как натрий, хлор. Есть бромиды, едиды и органическая составляющая. Хотя она очень маленькая, все около 2%. В ней есть особое вещество гидротроэлит железа. Вот именно он придает грязи этот черный цвет. Глубина залегания илов 6 метров. И хотя запасов хватит еще на 200 лет выработки, Крымская гидрогеологическая станция – единственное учреждение, имеющее право на разработку грязи. Добывают ил с помощью специальной ковшевой машины прямо из центра озера. А вот по этим вот рельсам доставляют напрямую в санаторий к потребителю. За столетия сменились технологии, но неизменными остаются золотые руки людей, работающих здесь. Петр Нагорный посвятил грязелечению 40 лет своей жизни. Петр Алексеевич, я знаю, что вы автор нескольких оригинальных методик. Могли бы про них два слова рассказать? Ну, вы знаете, вот работая на курорте, я внедрил такую методику, как газогрязевые ванны. Это очень хорошие ванны, то есть даем 40 килограмм грязи, разбавляем это рапой, и добавляем 3 литра 18% серной кислоты. Пациент оказывается в трехфазной среде. При взаимодействии реагентов в растворе образуется свободный газ – сероводород. Пахнет он неприятно, но этот недостаток компенсируется его лечебным эффектом. Врачи-бальнеологи оперируют терминами «чулки», «штаны», «куртка» – так называют области тела, на которые наносят слой грязи. Ощущаю себя как новенький просто. Таким образом лечат неврологические, дерматологические, эндокринные заболевания – мужское и женское бесплодие. Перечень очень широк. Но есть еще одна особенность крымского черного золота. Очень часто сравнивают сакские грязи с грязями Мертвого моря. Насколько такое сравнение? Нет. Дело в том, что сакская грязь – это живая грязь. Понимаете? Я же вам именно поэтому и говорю, что она имеет и гормоноподобные, и антибиотики подобные, и ферментоподобные вещества. Это те микроорганизмы, которые находятся в нашей лечебной грязи. Грязь Мертвого моря – это мертвая грязь. То есть, понимаете, там очень высокая концентрация солей, где не живут данные микроорганизмы. Из-за умеренной насыщенности раствора сакские иллы способны к самовозобновлению. Отработанную грязь не выбрасывают. Она поступает в специальные рекультиваторы, которые находятся на берегу озера. Соленая вода, омывая грязь, уничтожает чужеродную микробную флору и возобновляет процессы, присущие здешней экосистеме. Через три года такой обновленный ил снова пригоден к применению. Выходить из грязи в Князе не всегда плохо. Иногда после этого можно немножко оздоровиться и помолодеть. И для этого приезжайте в САКе. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня. Доброе утро. Если вы к нам только присоединились, это второй час нашей программы. И мы рады вас поздравлять с тем, что утро нового дня наступило. А сейчас 14 число. С вами Дмитрий Попов, Алиса Троян. И мы уже зарядились бодростью и позитивом. И готовы разделять эти чувства вместе с вами. А можете смотреть нас на телеканалах Первый Крымский, Крым24. У нас здесь много полезной информации. Ну и, конечно же, новостей. Тем более, что наш канал вместе с телеканалом Первый Крымский и телеканал Крым24 и Милет провели праздничный марафон на 9 мая. И мы поставили свой собственный рекорд. Марафон Победы 9 мая вошел в топ-тройку по количеству просмотров среди местных и федеральных СМИ. Крым24 и Первый Крымский. На время праздничных мероприятий к нам присоединился телеканал Милет. Впервые в истории крымского телевидения одновременно работали все три республиканских телеканала. Они охватили военный парад, бессмертный полк в столице и в регионах. Завершился марафон прямой трансляции праздничного салюта. Как телевизионщики прожили этот день, расскажет Лили Веджат. Лили Веджат. Поздравляю вас с Днем Победы, с Днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. Глава республики выступил на трибуне. С телеэкранов и уличных мониторов все услышали его слова. Мы благодарно склоняем голову перед подвигом тех, кто мужественно сражался на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье, кто самоотверженно трудился в тылу. Крым был полностью разрушен. Поколения фронтовиков, возвращавшиеся с Крыма, возвращавшиеся с войны, увидели свой полуостров совершенно разрушенный. После парада в честь Дня Победы по столице двинулся бессмертный полк. В Симферополе в нем прошли 47 тысяч человек, а всего в республике Крым 83 тысячи. С ними плечом к плечу шли наши журналисты. Они собирали в строю самые трогательные истории. Он прошел две войны, имел каждое ранение. Хочу преклонить перед ними голову. Он прошел всю войну, и я очень благодарен ему. Желаю, чтобы больше такой войны никогда не повторилось. В этот день объединились три республиканских телеканала, 18 камер, 3 квадрокоптера, 3 передвижные телевизионные станции, 5,5 часов прямого эфира. Первое включение в 8 утра. Наши журналисты ведут трансляцию с улиц Симферополя. С минуты на минуты начнется военный парад. В строй становятся летчики, минеры, пехотинцы, саперы. Люди присоединяются к бессмертному полку. Коллеги, вам слово. Но как трудно передать это слово. Самая большая опасность – потерять связь со студией. Вокруг тысячи людей, а по ту сторону экрана еще больше. Приготовили рации. У нас были специальные люди, которые махали рукой и кричали в эфире. Но все равно понятно, что были накладки. Это было, наверное, заметно. Те, кто видел нашу трансляцию, видели вот эти небольшие сбои. Но, несмотря на это, мы все равно почти вовремя включали наших корреспондентов, включали наши сцены. Это был наш телевизионный фронт, наш бой. Мы его выиграли, мы победили. Всех ждем победы. Есть на телеканале и командный пункт. Трансляции на сотни тысяч зрителей. Управляли десятки сотрудников. Мы находимся в АСБ. Это сердце телерадиокомпании «Крым». Именно отсюда осуществлялась координация всех прямых включений праздничного марафона. Их было более сотни. Здесь режиссеры получали сигналы со всех точек столицы. И они справились практически без сбоев. В этот день технические сотрудники оказались на высоте. С 10 часов вечера за день до мероприятия. А также в 4.30 утра все технари уже были в Гагаринском парке на площади Ленина. Готовились. Было больше 20 источников видеоизображения. Было более 15 техников в полях и конкретно на студии. Пик просмотров 9 мая пришелся на период с 10 до 12 часов. Самым популярным в это время традиционно оказался Первый канал. Он вел трансляцию с Красной площади Москвы. На втором месте телеканал «Россия-1». А третьим стал Первый крымский, который транслировал парад в Симферополе. Мы единственные в России из региональных телеканалов, которые смогли парад победы здесь, в Крыму, осветить именно на федеральном уровне с помощью огромного количества техники. И прежде всего это заслуга коллектива, потому что было желание. И это был рекорд. В эти часы наш телеканал обошел НТВ, Россию-24, «Звезду» и других титанов масс-медиа. Особое внимание, конечно же, команде новостей, потому что мы и включались, и работали после марафона, обеспечивали погружение телезрителей в атмосферу праздника, потому что происходило здесь действительно много чего интересного. И все это можно было смотреть в режиме реального времени. Марафон 9 мая. Это наша вторая победа. Впервые в этом году, в дни Крымской весны, наш телеканал вышел на невиданный ранний рейтинг. А в день победы – второй рекорд. И эту планку мы взяли благодаря вам, наши дорогие телезрители. Современный аппарат искусственной вентиляции легких появился в Крымском перинатальном центре. Он незаменим при выхаживании недоношенных малышей. С помощью чудо-техники крымские врачи сегодня спасают новорожденных с весом менее 1 килограмма. Как сохраняют самую маленькую жизнь, знает Елена Байрамова. Сейчас у нас время кормления. Кормим смесью, потому что молока у нас нет. Кушаем каждые два часа и наедаем вот эти щечки. И так уже на протяжении двух месяцев. Марьяна появилась на свет раньше срока – на 24-й неделе. За жизнь малышки боролись все. Мой пупсик родился совсем маленький – 590 грамм. Сейчас мы весим почти полтора килограмма. Я надеюсь, что придет время, наши легкие позволят нам нормально дышать, и мы поедем домой. Преждевременные роды, реанимация, десятки капельниц – все это позади. Сейчас молодая мама Эльмира Меджитова чувствует себя хорошо. От своей Денизы, которая родилась весом 870 граммов, родители не отходят ни на шаг. Мимо меня ее провезли в Киезе. Было, конечно, неожиданно. И такая маленькая, я увидел только голову. Сразу после операции недоношенного ребенка привозят сюда в транспортном инкубаторе. Он находится все время у нас в ключе и готов. Вот температура 37,7 градусов в нем для приема детей. При необходимости доктор выключает. Здесь аккумулятор встроен. Выжить малышам помогают опытные врачи и специальная техника. Всего в учреждении 12 аппаратов поддержки дыхания для новорожденных. Этот самый современный. Прибор для искусственной вентиляции легких и ингаляционной терапии позволяет выхаживать детей весом от 250 граммов. Новейшее оборудование перинатальный центр получил месяц назад. На его покупку из фонда обязательного медицинского страхования было выделено 3,5 миллиона рублей. Мы здесь можем видеть механику легких и готовность ребенка к переводу на самостоятельное дыхание. Ну и кроме этого, есть, конечно, возможности не только принудительной вентиляции, там, где аппарат дышит за ребенка, а и давая возможность ребенку дышать самостоятельно. Есть режимы неинвазивной вентиляции легких. В таком случае ребенок начинает дышать не через трубки, а с помощью специальных носовых устройств. А через инфузионные насосы лекарства и питание вводятся со строго дозированной скоростью. В палате есть нужное оборудование для спасения жизни. Этот аппарат УЗИ необходим для проведения обследования головного мозга, сердца и других органов у новорожденного. Эта процедура необходима для своевременного выявления патологии и дальнейшего лечения. В отделении лучевой диагностики проводится компьютерная магнитно-резонансная томография. С ее помощью умам и новорожденных выявляют патологии на ранней стадии. Перинатальный центр продолжают модернизировать при поддержке Министерства здравоохранения Крыма. Сейчас на подходе у нас шесть аппаратов кювезов, открытых и закрытых реанимационных систем. Три согласно родовым сертификатам мы получаем. И три за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС. Они на этапе поставки. Современная аппаратура помогает перинатальному центру ежегодно выхаживать около сотни детей весом до одного килограмма. Самый маленький в истории учреждения весил всего 490 граммов. Елена Байрамова, Роман Ананьев, Новости 24. Детская терапия является приоритетным направлением для финансирования в Российской Федерации. Очень здорово, что мы действительно можем гордиться какими-то детскими больницами, которых в Синферополе очень много и которые действительно сейчас представляют очень достойный вид. Мы надеемся, что такие позитивные новости вам были очень приятными. За одну ночь желаем вам приятного аппетита и надеемся, что вы уже позавтракали. А вот как раз таки, как отмечают эксперты, кушать сейчас нужно лучше побольше и утром. Потому что когда приступает, приходит жара, уже в середине дня вы хорошо не поедите. Да, и будет трудно, потому что все равно высокие температуры воздействуют на человека, ему сложно переваривать это, да, и как раз таки большая нагрузка идет на желудок. Ну, никто не посоветует вам кушать после 8, после 9 вечера, потому что ночью организм не работает и получается, остается один выход, это вот хорошо кушать утром. И то просят и рекомендуют вам эксперты отказаться побольше от мяса и перейти на морепродукты, потому что во время жары они куда полезнее и приносят больше пользы. То есть правильно я поняла, что нужно легкую пищу в жаркое время? Ну, конечно, тем более сейчас как раз таки салатики, самое время покушать щавель, который ты очень любишь. С молочком желательно. Да, вот, и огурчиков, и помидорчиков. С молочком ни в коем случае, ни в коем случае. Это наши вредные советы, которые ребята у нас постоянно смотрят, уже хорошо с ними знакомы. А есть хорошие новости от синоптиков, потому что с завтрашнего дня начнется глобальное потепление в Крыму. О том, какой же погода будет сегодня, мы узнаем прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Итак, мы как раз таки поторопимся поздравить джинкойцев, потому что у них показатели, наверное, сейчас одни из самых высоких. И сегодня будет аж чуть ли не до 24. И Семьерополь немножко уступает, 22 градуса будет у нас в столице. И, кстати, нас обогнал Армянск, в котором будет 23 градуса, но как раз таки отстает очень сильно Алуштов, в которой будет всего лишь плюс 18. А у нас как раз таки самое время посмотреть, много ли прибавили цены на топливо, потому что погода радует. А радуют ли цены на топливо, мы сейчас узнаем. Итак, газ у нас стоит 26 рублей 66 копеек, дизельное топливо 50 рублей 31 копейку, 92-й 40, 60 рублей 27 копеек, 95-й 50 рублей 4 копейки и 98-й 56 рублей 39 копеек. А вот если обратить внимание на новости экономики, то Украина возобновила транзит российской нефти. Там были проблемы поломанной трубой, сейчас все возобновили, и теперь топливо дальше поставляется и прогнозируется, что эти показатели вырастут. Но может, конечно же, повлиять и на стоимость нефти у них в регионе. А сейчас мы предлагаем обратить внимание на курс валют, который продолжает, так сказать, может кого-то и радует, но вот утверждает и укрепляет свои позиции доллар и евро. Поэтому сейчас доллар у нас стоит 65 рублей 47 копеек, а евро также продолжает расти и стоит уже 73 рубля 52 копейки. Банк России больше года уже не чеканит копеечные монеты, потому что они считают, что той мелочи, которая есть сейчас, более чем достаточно. Тут уже даже появились у пользователей смешные картинки о том, что копеечка больше не бережет рубль. Ну, кстати, да, удивительно. Слушай, это получается не рубль, а уже копейка. Десяти копеечные монетки, которые редко сейчас в обиходе встречаются, потому что цены в основном регулируются при помощи 1 рубля. Ну да, я не видел таких даже, мне кажется. Ну, я пытаюсь вспомнить, как они выглядят. 50 копеек есть и есть 10 копеек. Они совсем крошечные, их даже часто очень не принимают в магазинах, к сожалению. Но, кстати, если бы собрать все эти маленькие копеечки, то общей стоимостью это все было бы 72 миллиона рублей. У меня есть небольшое объявление. Ребята, кому не жалко копейки, присылайте к нам, мы будем рады. Спасибо. А можно забрать эти копейки, вдруг у вас какое-то собралось огромное количество, и потратить их на что-нибудь полезное? Например, сходить в театр или кино «А куда именно?» мы расскажем вам прямо сейчас. На основной сцене в Русском драматическом театре имени Горького постановка «Номер с фруктами». Главный герой – помощник губернатора, который за годы работы нажил множество недоброжелателей. Когда он снял номер «Люкс» для свидания, произошло событие, изменившее планы чиновника. Спектакль поставлен по пьесе Александра Коровкина «Начало» в 19.00. В Крымско-Татарском академическом театре музыкальная и танцевальная программа «Язык любви». Артисты подготовили новую программу в двух частях. Мелодрама в метре друг от друга. В городской больнице знакомятся два одиноких подростка с редкой болезнью. Чтобы не заразить друг друга, им запрещено контактировать, но истинная любовь диктует свои правила, и ребятам пришлось выдумать новые. На больших экранах фильм «Последствия» с Кирой Найтли. В послевоенной Германии царит разруха и голод. Мэр Гамбурга должен восстановить город с нуля. Вместе с женой они селятся в особняк, где живет архитектор с эмоционально нестабильной дочерью. Смогут ли бывшие враги ужиться под одной крышей? Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно. Для младшей аудитории приключенческая история «Маугли Дикой планеты». В этой версии популярной сказки действие разворачивается в космосе. После крушения корабля мальчик попадает на дикую планету, где вместе с роботом и инопланетным созданием они должны дождаться спасения и изучить окружающий мир. В кинотеатрах мультфильм «Большое путешествие». Маленького львенка разоучили с семьей и отправили в далекую Африку. Его друзья – коала, крокодил, хамелеон, жираф и белка – отправляются на поиски малыша. Для этого они сбегают из зоопарка и начинают непростое и трудное путешествие. А вот самым ожидаемым почему-то, на мое удивление, фильмов по кинопоискам и так далее определили «Джон Уик 3». Это как раз-таки история про одного убийцу заказного, который совершает определенную ошибку, и за ним охотятся его коллеги. И он, зная все их уловки, пытается уйти от них и, конечно же, избежать гибели и выйти из этой ситуации победителем. «Наемный убийца», роль которого исполняет Киану Ривз, да, выходит уже в третий раз. Премьера состоится в Симферополе 16 мая, уже в этот четверг. И действительно, вы можете посетить кинотеатры и сейчас забронировать билеты, если вдруг вам интересны такие истории. А если не интересны истории, весь мир с увлечением ждет эту сказочную фэнтези-историческую историю, хотя историческую ее сложно назвать, но все-таки есть там намеки. «Игра престолов» за 8 лет своего существования сделала так, что огромное количество людей на Западе называют своих детей женского пола именем Арья. Дальше уже, конечно, меньше идут показатели. Дайнерис называют в два раза меньше, но тем не менее, почему-то люди решили называть своих детей такими необычными именами, что может быть, в принципе, и неплохо, потому что разнообразие никогда не помешает. Ну, я напомню, что сериал, в первую очередь, любят за его нестандартное построение сюжета и за резкие повороты в, так сказать, персонажа, и не все они долго живут. И вообще, я лично пытался как-то вникнуть и понять этот сериал, но я думаю, еще все предстоит, я пытаюсь разобраться в этом деле. Ну, видишь, проблема в том, что сейчас выходит финальный восьмой сезон, и люди очень сильно разочарованы тем, что уступает их ожиданиям, потому что, в отличие от предыдущих версий, которые были написаны по книге, то здесь сценарий писался прямо во время того, как снималось очередной эпизод, и говорят, что проигрывает сам себе. Но, вот видите, в памяти все-таки у людей остались эти необычные имена, а у нас есть корреспондент с прекраснейшим именем, который тоже может вдохновить так назвать своего ребенка. Салия Салямова на связи, чтобы рассказать о том, что же происходит в городе. Салечка, тебе слово. Здравствуй. Еще раз доброе утро, Крым, и доброе утро, коллеги. Сейчас я нахожусь в Симферополе, на перекрестке Лихова и улицы Бахчисарайская. Почему это место привлекло мое внимание? Дело в том, что в последнее время статистика отсюда неутешительная по количеству ДТП, несмотря на то, что эта дорога была совершенно недавно обновлена, здесь поставлены посюду знаки, и, конечно же, указан пешеходный переход. Но, тем не менее, постоянно происходят какие-то аварии. Ситуация вот в чем, как оказалась, она оказалась из-за чехарды, связанной с теми именно знаками, на которые водители и должны обращать внимание, что они, по сути, и делают. За моей спиной вы видите знак, который означает «главная или основная дорога». Это значит, что те люди, которые едут по Бахчисарайской, то есть там, где я сейчас нахожусь, они вроде бы едут как по главной дороге. Но на самом деле это не так, потому что, если я сделаю сейчас вот так, вы увидите за моей спиной знак, который означает «уступи дорогу». И он стоит до пешеходного перехода. Почему я хотела именно на это обратить ваше внимание? Дело в том, что этот знак с дороги, когда водитель едет, не видно. Здесь, как вы видите, находится крыша, которую сделал кто-то из владельцев этого дома. И когда водители едут, то знак, что это знак «уступи дорогу», им не видно как раз-таки из-за крыши. Зато сразу бросается в глаза знак «основная дорога». Именно из-за этого и происходят здесь аварии, потому что водители не знают, что они должны остановиться на этом перекрестке и в итоге едут напрямую. И, как вы понимаете, с другой стороны пересекают водители. Они тоже считают, что их дорога основная и главная. И, по сути, они правы. В общем, из-за такой ситуации со знаками здесь происходит достаточно много аварий, в связи с чем мне хотелось бы и обратиться к водителям, чтобы они знали именно ситуацию здесь. Здесь есть знаки, здесь соблюдают эти знаки, но именно это соблюдение знаков и приводит к аварийности. Но еще мне бы хотелось пару слов сказать. Дело в том, что, наверное, многие симферопольцы, которые сейчас ехали на работу, видели черный густой дым со стороны центрального рынка. Как мне стало известно, там произошел один из киосков. Сейчас я не буду точно вам говорить, потому что я не обладаю информацией, но своими глазами... Со связью у нас проблемы. Корреспонденты работают в прямом эфире, поэтому, естественно, интернет вещь непредсказуемая. Но спасибо большое за информацию. Хочется для водителя отметить также, что в скором времени знаки дорожного движения будут уменьшены. Теперь они будут составлять объемом 40 сантиметров, а не 60. И нужно быть еще более внимательными. Я думаю, как раз таки будут более внимательные те люди, которые будут выдавать права, чтобы... А, смотри, мы посмотрим, какие у тебя хорошие зрения и так далее. А у нас есть хорошая новость, что наши эксперты из Министерства туризма отмечают, что этот год, скорее всего, побьет рекорды прошлого. Напомню, в прошлом году отдохнуло почти 7 миллионов в Крыму человек. И вот в этом году, дай бог, чтобы было 7,5 или даже 8. Тем более у нас есть все, чтобы здесь было действительно для хорошего отдыха. Также есть и гастротуризм, и блюд у нас хороших, и замечательных много есть. А сколько продуктов у нас есть замечательных, это даже не перечесть, потому что они все качественные, домашние, главное, что крымские. И вот из этих крымских овощей и фруктов получается наилучшее блюдо. И вот о том, сколько же стоят овощи на симферопольских рынках узнавал наш корреспондент. Суточная норма овощей, витаминов и заряд сил, которые обеспечат работоспособность на протяжении дня. Все это в тарелке борща. Для того, чтобы получить максимальную пользу от блюда без лишних затрат, к выбору продуктов нужно подходить ответственно. Начнем с помидоров. Сезон их созревания на полуострове еще не начался. Поэтому плоды завозят с материка. Те, что крупнее, стоят 170 рублей, поменьше 200. Какие же стоит выбирать? Для борща, в принципе, 170 пойдут они нормальные. Для салата, конечно, лучше те. Далее по списку лук, морковь и картошка. Ее сорт не так важен, как качество, твердость и спелость плода. Капусту стоит выбирать средних размеров, а свеклу лучше большую. Ну а теперь переходим к зелени. Средняя стоимость укропа и петрушки на центральном рынке 20-25 рублей. Можно нам по одному пучку и чесночок, пожалуйста. Без мяса в традиционном борще не обойтись. Одни используют курицу, другие свинину. Но профессионалы советуют выбирать говядину на кости. Цена за килограмм варьируется от 350 до 400 рублей. Также для борща подойдут филейные части, но стоят они дороже. Лучше выбирать говядину, потому что она более наваристая идет. И место, которое самое лучшее подходит для этого блюда, это грудинка. Грудинка или антрикот, если кто помяснее хочет. Но там будет меньше навара. Лавровый лист и специи – это дело вкуса, потому их стоимость не учитываем. Все необходимое купили, пора подсчитать, в какую сумму обошелся набор продуктов для приготовления борща. Полкилограмма мяса обошлось в 280 рублей. На весь набор продуктов для большой кастрюли борща – почти в 600. Пора приступать к приготовлению. Принято считать, что традиционный рецепт появился в 14 веке. Сибирский, флотский и со щавелем. Сегодня существует больше сотни видов борща. Одни овощи в зависимости от кулинарных предпочтений можно заменить или дополнить другими. К примеру, многие используют вместо помидоров томатную пасту. Известны рецепты с добавлением яблок и чернослива. Неудивительно, что у каждой хозяйки и получается он по-разному. Стефан Филатов, Андрей Псом. Утро нового дня. А у нас есть не самая приятная новость для азартных людей, потому что по статистике отмечается, что выиграть джекпот в лотерее куда сложнее, чем найти настоящий слиток золота. Как, например, сделала семья из Австралии, которые прогуливались с собакой в то время, когда нашли огромный слиток золота. Дело в том, что мужчина, проходя мимо, даже пнул этот камешек, не подозревая, что на самом деле перед ним лежит огромное сокровище. И, как сказали оценщики, что в рублях эта находка может составлять стоимость 1,6 миллиона рублей. Вот таким вот чудесным образом домашнее животное привело к богатству. А у вас еще есть возможность завести питомца, который, может быть, и я счастливит. У вас следующая рубрика. Дакота нежная, яркая и красивая. Она любит людей, любит общаться, отлично ходит на поводке и любит учиться. Дакоте около года. Она привита и стерилизована. Звоните, привезем. Плюс 7978-863-1103. Удивительно, конечно, но это так. Собака лучше друг человека. И она может спасти даже в самых необыкновенных ситуациях. Я даже видел видео в интернете, как нападает рысь или другая дикая кошка. И собака, несмотря на то, что она уступает по габаритам, она готова бороться с своего хозяина и спасать его. В интернете очень много видео интересных, опасных и смешных. Мы собрали подборку для вас, для того, чтобы ваше утро стало еще добрее. Японию не зря называют страной высокой культуры. Сейчас там набирает популярность новая форма медитации. Взрослые люди с головой пеленуются в ткани и качаются из стороны в сторону, чтобы расслабить мышцы и почувствовать себя в безопасности. Судя по видео, спрос на процедуру растет. В Свердловской области пьяные жители устроили фаер-шоу. Только место для этого выбрали неподходящее – автозаправку. На кадрах видно, что молодые люди курят рядом с бензоколонкой. И в какой-то момент она загорелась. В Малоярославце путь к знаниям действительно тернист и сложен. Чтобы пройти в школу, нужно преодолеть череду препятствий. Возвращающегося из учебного заведения ребенка засосало в болото, в которое превратились тротуар и дорога. Французские полицейские объявили о приеме на работу кроликов. Ушастые будут искать контрабанду. На видео девушка с черным зверьком на руках рассказывает о преимуществах этих животных перед служебными собаками. Правда, потом оказалось, что нововведение – всего лишь шутка. Якутский парень добровольно убирает мусор. За 8 лет Антон Васильев собрал 7 тысяч мешков с отходами. В свободное от работы время парень помогает семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Учиться, учиться и еще раз учиться – непреодолимая тяга знаний привела американского козла к школьному автобусу «Бьюти». Но пройти фейс-контроль ему все равно не удалось. И погладить, и покататься. В столице барышня растекала по улицам, стоя на гладильной доске. Русская смекалка в действии. Пользователи социальных сетей оценили приспособления. Некоторые даже предложили свои варианты использования доски. 11 мая был фестиваль «Крымдок», который проходил в Крыму, в Симферополе. И поэтому мы поговорим об этом с нашим гостем. Ну а сейчас самое время рассказать о том, что назвать самые угоняемые марки автомобилей. И, как оказалось, это в основном машины представительского класса, потому что, как показывает отечественный автопром, хоть он и не сложен во взломе, потому что отслужил он давно уже свое, и пора действительно его уже заменять более современными моделями. То есть знаменитые эти видео из интернета, когда простую копейку, как принято называть, «Жигули» взламывают линейкой, но при этом она может вдруг в какой-то момент резко отказать и никуда не уехать. Поэтому владельцы особо в них не сомневаются. Да и в целом, конечно же, сейчас больше спросом пользуются вообще автомобили старые все равно. Они, во-первых, мне кажется безопаснее кому-то и мне кажется проверенным. Хотя вот у меня родители говорят, если будешь себе что-то покупать, бери не бэушное, бери новое, оно дольше прослужит. Потому что сейчас есть много различных схем, которые позволяют ухищряться и маскировать те же повреждения, скручивают километраж. И если у вас есть действительно классные, талантливые эксперты, которые могут выявить этих лиходеев, которые все пытаются скрыть, то, конечно же, вы можете смело поберетать бэушный автомобиль. А так лучше, конечно же, поднакопить и взять свое новенькое. Тем более, мне кажется, если ты берешь свое, то уже приятнее машину назвать каким-то именем. А так, может, кто-то до этого с ней был. Кстати, автомобили люкс-класса угоняют куда реже. И, возможно, не потому, что они охраняются лучше, а потому, что искать их будут сильнее. Конечно. Итак, возвращаемся к фестивалю документального кино. И у нас есть возможность пообщаться с директором Крымского медиа-центра Еленой Куценко. Доброе утро. Доброе утро. Елена Елена. Мы знаем, что фестиваль начался 11 мая, да, и завтра будет завершительный день. Да. Добрый день. Расскажите подробнее о нем. О самом фестивале? Да, да, да. Кто участвовал? В фестивале это вот такое наше совершенно замечательное крымское детище. Потому что мы на сегодняшний день проводим в Крыму уже четыре взрослых фестиваля, как мы их называем. Но три из них это с партнерами московскими. И мы просто как бы две совместные дирекции. А Крымдог это наш крымский наш проект для того, чтобы развивать и поднимать крымское кино. И поэтому у нас в фестивале три номинации. Это Крым на телевизионном экране для того, чтобы заставить наших крымских режиссеров или аматоров создавать крымское кино. У нас крымские премьеры российского кино. И в этом году мы сделали такой ход. Мы открыли аматорские дебюты. То есть для молодых людей наших крымчан, которые создают уже фильмы в студиях, в каких-то своих авторские работы. Чтобы у них была возможность общения на общей площадке с профессионалами. Обучение. Посмотреть к чему надо стремиться. И поступило более 140 работ на конкурс. Мы отобрали 45. Это конкурсная программа. Еще 16 фильмов вне конкурсной программы. Вот у нас очень компетентное, важное жюри. Я пришла не одна, а с председателем жюри. Сергеем Головецким. И очень тяжело, как я вижу, им работается. Потому что отсмотреть 45 работ и выбрать победителей на 5 статуэток всего лишь. Но мы им дали карт-бланш, еще и спецдипломы от жюри, чтобы как можно больше хороших работ за какие-то номинации поощрить. Ну вот, фестиваль работает, все движется, кинопоказы идут. Сейчас вот, Сергей, могли бы вы подробнее сказать, вы уже много ли работ посмотрели? Если все посмотрели, то расскажите, какие вам запомнились и почему? Ну, вы знаете, все-таки секреты, я не могу раскрывать информацию, поэтому посмотрели мы много. Вот, что я хочу сказать по работе? Ну да, конечно, много работ, работ много для такого срока. Вот, но в целом, в целом у нас большого расхождения во мнениях нет. Вот, что на самом деле удивительно. Нет, ну если, допустим, не говорить там конкретно, там, чья это работа или название работы, но, может, какие-то ходы необыкновенные были использованы. Знаете, там, видел, как-то порадовало, видел клип, одним планом сняли. Действительно впечатляет, это же талант. Вот, какие, может, там решения необычные были? Вы знаете, ну, может быть, они необычные для зрителя, но, чего мы хотим увидеть, вот, к чему мы стремимся. Вы знаете, вот этот подъем интереса к документальному кино и, возможно, заниматься документальным кино многим людям, он, в общем-то, и размыл границы документального кино. И нам хотелось бы обозначить чистоту, такую эстетическую, художественную чистоту границы. Вот, чтобы отделялось документальное кино от Википедии или, там, от журналистики. От телевидения, да? И я тогда начну, может быть, с критики, потому что, чем некоторые документальные фильмы отличаются от Википедии? Патетикой. Это только патетические Википедии. Потом еще какой недостаток есть у авторов? Есть очень интересные герои, очень интересное пространство, материал. Вот, и авторы зачастую, это в большей степени даже к молодым относятся, а они хотят сделать свое реноме в большей степени за счет героев. Они это делают, я думаю, неосознанно, они увлечены, вот, потому что молодому человеку надо утверждаться. Но все-таки, вот, вот, такая парадоксальная вещь, когда автор хочет приподняться над героем, он, как правило, оказывается ниже. А как он это делает, пытается приподняться? Ну, когда герой воспринимает, как материал для фильма, и только, понимаете? Любви нет к своему персонажу. Понимаете, я бы сказал, любовь есть, но озабоченность собственным имиджем больше, чем интерес к герою, я бы так сказал. Вот есть такой момент. А вот если бы вы снимали фильм, вот как бы мне просто интересно самому, как бы вы проявили любовь к своему герою? Вы знаете, любовь не надо никак проявлять. Вот если она есть, она сама проявится, и не надо быть этим озабоченным. А вот чем надо быть озабоченным, это контролировать любовь к себе. Потому что она полезет, если ты ее не контролируешь. Нарциссизм лезет, и это очень заметно. Авторы этого не видят и удивляются. И, к сожалению, это иногда опускает очень хорошие фильмы, очень хорошие замахи. А откуда у нас, я так понимаю, это были крымские, да, аматоры? Какая возрастная категория? И ведь у нас нет какого-то места, где они могли бы навыки, ремесла эти познать для того, чтобы продемонстрировать их на фестивале. Ну, во-первых, что касается места у вас, пространства Эйкумены, тут такое обаяние, тут все такое кинематографическое, что куда камеру не наведешь, это все уже такая живопись историческая. И, кстати, вот детки, они почувствовали это пространство, нашли свой артистизм, и, в общем, они радуют, конечно, ваши дети. Я во второй раз в жюри участвую, благодаря Лене Веленовне, поэтому это очень интересно. У нас есть студии на самом деле, у нас есть в Прималой Академии студия Муза-10, которая была основана еще в 83-м году и до сих пор работает. У нас великолепная студия в Евпатории и в Ялте. Елена Веленовна, Сергей, благодарю вас за ваши ответы и надеюсь, что люди, которые действительно ищут возможность посмотреть ваши фильмы, фильмы, которые снимали ребята, участники этого фестиваля, насладятся ими. А у нас также работают и ребята, которые снимают все на телефон, и которые выкладывают свои видео в интернет. И вот как раз-таки об этом наша следующая рубрика. Перекресток улиц Чехова и Красноармейской в Симферополе уже прозвали самым опасным в крымской столице. Количество разбившихся здесь машин только с начала года исчисляется десятками. Очередная авария попала на видеорегистратор. В социальных сетях предлагают установить в этом месте шлагбаум. Может, тогда количество ДТП снизится. Цирковые трюки можно увидеть не только под куполом, а и на дорогах Крыма. На трассе Таврида между селами Крымская Роза и Ароматная. Подростки устроили опасное шоу. Неизвестно, оценили ли этот номер водители, ехавшие за машиной. А вот другой случай, связанный с детьми. В этот раз аварии избежать не удалось. Водитель КамАЗа влетел в забор, чтобы не наехать на школьников. ДТП произошло в селе Колодезное Симферопольского района. По словам очевидцев, никто не пострадал. В Севастополе развернулась операция по спасению дельфина. На берегу казачьей бухты волонтеры всю ночь дежурили рядом с больной Афалиной. Млекопитающему удалось помочь. Через время дельфин вернулся в море. Сейчас ветеринары пытаются его найти, потому что терапия не окончена. В Крыму ожидают известного американского актера Дольфа Лунгрена. Сюда он приедет для участия в съемках фильма о Великой Отечественной войне. Звезда боевиков исполнит роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельтмана. Съемки будут проходить в начале лета и следующей весной. В Севастополе на берегу моря были замечены болтливые чайки. О чем переговаривались птицы, можно только догадываться. А вот мы с Алисой Чайки не болтливые, да и времени у нас не так много. Хотим показать вам все. Наш следующий сюжет о графике. Сабина окончила университет по специальности дизайнер интерьера. Но на этом не остановилась и прошла дополнительное обучение. Теперь она одна из немногих в Крыму 3D-моделлеров. Создает миниатюрные копии памятников и достопримечательностей России. Работает удаленно, на дому. Я начинаю делать со стандартных примитивов, то есть там из кубов, из сферы. Мне присылают такой черчеж, и поэтому фотографии. Здесь отмечено то, что мне нужно делать по нумерации. И после начинаешь свою работу. Вот такой большой прыг. Это Багияринский собор в Казани. Из таких маленьких деталей собирается полноценная модель. Она состоит из нескольких частей цилиндров и линий. Каждый объект пронумерован и имеет свой цвет. Здесь сотни элементов. Обычному пользователю компьютера разобраться практически невозможно. Еще сложнее создать 3D-модель человека. Нужно хорошо знать анатомию. То есть я беру за основу какую-то фигуру, двигаю части тела, потом его одеваю, потом начинаю делать прорисовку. Кроме того, здесь еще не прорисованы волосы, плохо видны глаза, здесь нет еще руки. Ну вот это уже предпоследний этап создания. Вот таким способом с помощью графического планшета и ручки убираются неровности. Чтобы овладеть профессией 3D-моделлера, нужно досконально знать программу и уметь хорошо рисовать. Ведь даже черты лица и складки одежды приходится создавать вручную. В среднем на один макет уходит около месяца. Чтобы смоделировать вот такую маленькую деталь, в данном случае это фигурка Будды, нужно потратить немало времени. Сначала 3D-модель создается в специальной программе, на это нужно 3-4 часа. И потом ее нужно напечатать, это еще два. А вот так картинка анимируется. Есть вкладка раскадровки, на нужную точку ставится замочек, и программа запоминает порядок движения. Для создания телевизионной заставки, например, программы «Утро нового дня», требуется около недели. Оформление передачи начинается с того, что нам главный режиссер приносит заявку. Мы садимся с коллективом, с нашими ребятами, с режиссером, и обсуждаем, как будет выглядеть этот концепт. Рисуем логотипы, рисуем оформление. Собирается нужный материал и компонуется в специальной программе. Выбираются шрифты, цвета, насыщение и наполнение фигуры. Расставляются ключики анимации. Каждый объект содержит в себе информацию о положении, вращении, прозрачности и размере. Творчество – это такое дело, что не угадаешь по времени, сколько времени уйдет на разработку непосредственно оформления какой-то передачи. Может уйти месяц, а может уйти один день. И все решается достаточно быстро, потому что у нас телевидение, у нас прямой поток. Все начинается с идеи. А дальше, как говорят дизайнеры, все получается само собой. Многолетний опыт и профессионализм позволяют точь-точь воплотить задуманное. Ксения Шарапановская, Олег Бойко, Андрей Псом. Утро нового дня. 26 мая в Ялте пройдет необычный парад. Там пройдут близнецы, которые будут не только крымчане, но еще и будут гости с Владивостока. И они будут собираться возле памятника Ленину, а также пройдут через набережную. Обещают, что их будет очень много. И, наверное, гости, которые будут не готовы к этому, а, возможно, и местные жители, которые не услышат эту новость, покажется им, что у них будет двоица в глазах. Потому что это действительно забавно, когда два из ларца одинаковых с лица, а тут будет просто огромное количество близнецов, которые будут идти по набережной. Мне кажется, это очень здорово, во-первых, проходить по набережной Ялты в таком составе, а, во-вторых, просто иметь брата-близнеца. Да, я сам с удовольствием бы посмотрел, но, жалко, поучаствовать не смогу. А, может, и, к счастью, что у меня нет брата-близнеца, то, мало ли, может, он там напакостит где-то. А я такой узнаю, что... У меня, кстати, во дворе был такой случай, что был мальчик очень похожий на меня, и он постоянно творил шкоду, он там разбивал локна, бил детей. В общем, а бабушки находили меня и почему-то свою злость оторвали на мне, потому что думали, что это делаю я. Так что вот так вот, с одной стороны, позитив иметь брата-близнеца, а с другой стороны, нет. Злой двойник просто. Да, абсолютно точно. А, кстати, напомню, что в Ялте часто бывают пробки, так же, как и в Севастополе, ну и, конечно же, в Симферополе. И сейчас мы подкатим, так сказать, обратим внимание на нашу столицу. И уже вот мы видим, что рядом с проспектом Победы, как ехать в сторону Симферополя, серьезная авария там случилась, трасса Таврида, это нередкость в последнее время, и неоднократно уже предупреждали водителей, любителей скорости, что на педаль сильно лучше не давить, а сохранять режим 60 км в час, и где ведутся строительные работы 40 км в час. Поэтому будьте бдительны, внимательны, осторожны. И даже несмотря на то, что здесь была авария, мы можем наблюдать, что проезд спокойный, поэтому здесь, в принципе, все в порядке. А вот если обратить внимание немножко на южную, точнее, вот на объездную дорогу, получается, чуть севернее, вот если ехать по Московскому шоссе, то там тоже авария, поэтому соблюдайте бдительность, будете осторожны. Катастрофическая, можно сказать, пробка у нас на улице Русская, поэтому сегодня, наверное, исключение, когда объехать лучше по Севастопольской. Я так чуть повыше подниму и укрупню вот здесь вот, это вначале Русская, когда вы едете вот после улицы 60 лет Октября и направляетесь в центр города. И здесь, кстати, можно видеть еще одну аварию. Сегодня прям водители так, наверное, потеряли свою бдительность, наверное, очень красиво за окном, они смотрят, думают, как прекрасно, благодать, погод радует, и уже теряют свою бдительность и не смотрят на дорогу. Также в центре, ближе к центру города, можно наблюдать пробки на улице Козлова и улице Ленина. Причем классическая ситуация, когда чем ближе мы подъезжаем к кольцам, тем сложнее там ситуация. Уже когда от них отъезжаем, все становится нормальнее и, ну, как бы, спокойнее и безопаснее. Если у вас есть возможность по пересечным, стекающим улицам поперечным проехать, то лучше выбрать эту возможность, но для этого нужно, конечно, хорошо ориентироваться и знать город. Где-то там, среди улиц Симферополя, среди всех этих пробок, есть наш корреспондент мобильный Салья Салямова, которая готова с нами включиться для того, чтобы рассказать о том, что же там происходит на этих улицах. Салья, здравствуй, расскажи, что ты, где ты? Еще раз доброе утро, коллеги, и здравствуй, мой любимый Крым. Ну, вот сейчас вы рассказали о ситуации на дорогах, а я хочу рассказать о климатической ситуации. Я нахожусь в парке, детском парке Симферополя, и отмечу, что уже здесь и вообще в Симферополе достаточно тепло. Ощущается как плюс 20, плюс 22, но я напомню, что сегодня ожидается до 25 градусов тепла, ну, а завтра воздух прогреется до 30. Сегодня также будет солнечно, и уже сразу вы, наверное, видите, как свет заливает экран. Также хотелось бы сказать, что небо абсолютно чистое, ни облачка нет, то есть это означает, что и дождь сегодня также не ожидается, поэтому зонтики можете оставить дома. Ну, также хотелось бы сказать, что эта неделя обещает быть по-летнему жаркой и теплой, по крайней мере, об этом говорят крымские синоптики, крымский гидромедцентр, который уже опубликовал синоптическую ситуацию, картину у себя на странице. Но также я хотела отметить, что вот хотела вам сегодня сделать сюрприз и показать вам зоопарк, который находится здесь, в детском парке, изнутри, так как на сайте было сказано, что он уже работает по летнему времени с 7 утра, но, как оказалось, нет, он еще закрыт, все еще зимнее время здесь преобладает, и поэтому он пока что находится, так сказать, в спячке, но недолго. Через 15 минут должен открыться, хотя вот внутрь заглянула и видела, что работники уже кормят животных. Но я надеюсь, что как-нибудь мне удастся попасть внутрь и показать вам зоопарк и, конечно же, животных. Ну, а я отправляюсь дальше уже по своим делам, а на этом с вами прощаюсь и коллеге передаю вам слово. Спасибо огромное, Салия. И вот Салия находится в детском парке, а Александр Ткачев недавно побывал в Саках для того, чтобы рассказать вам об уникальных свойствах целебной сакской грязи. Золото из грязи. Для жителей города-курорта Саки это не просто идиома. Здесь знают, как на основе илов уникального соленого озера изготовить лекарства почти от всех болезней. Когда-то на месте этого водоема был залив. Пять с половиной тысяч лет назад море отступило. В образовавшемся мелководном озере начала формироваться рапа, концентрированный раствор соли, и осаждаться ил. И хотя сегодня искупаться в озере нельзя, его глубина не более 70 сантиметров, целебные грязи и вода ежегодно притягивают сотни тысяч людей, желающих поправить свое здоровье. Здесь, в нашей части Крыма, нет той видимой красоты. Природа наделила западное побережье красотой тех природных лечебных факторов. Для нашего курорта нет показателей такого межсезонья, высокий, тихий и так далее сезон. У нас сезон здоровья, он круглый год. В 21 веке на берегу соленого озера высятся корпуса санаториев и шевелюры сосен. Но в прежние времена этот пейзаж был менее живописен. Выжженная степь и горячий ветер. Что не пугало путешественников? Еще во II веке до нашей эры Плиний писал о волшебных грязях, которые применяли по технологии древнеегипетских жрецов. Они выкапывали ямы в рост человека, укладывали туда страждущего, оставляя на поверхности только голову. И вот в такой грязевой могиле человек находился часом. Выполненной манипуляцией считалось тогда, когда пациент терял сознание. Тогда его выкапывали и омывали рапой из самого озера. Именно такую череду процедур здесь получил в свое время Николай Гоголь. В советские годы на берегу Сакского озера был открыт целый научный комплекс. Он работает и по сей день и называется Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция. Здесь всесторонне изучают уникальный водоем и его донные отложения. Грязь в своем составе имеет как минеральные соли, такие как натрий, хлор, есть бромиды, едиды и органическая составляющая. Хотя она очень маленькая, всего около 2%, в ней есть особое вещество гидротроэлит железа. Вот именно он придает грязи этот черный цвет. Глубина залегания ила в 6 метров. И хотя запасов хватит еще на 200 лет выработки, Крымская гидрогеологическая станция единственное учреждение, имеющее право на разработку грязи. Добывают ил с помощью специальной ковшевой машины прямо из центра озера. А вот по этим вот рельсам доставляют напрямую в санатории к потребителю. За столетия сменились технологии, но неизменными остаются золотые руки людей, работающих здесь. Петр Нагорный посвятил грязелечению 40 лет своей жизни. Петр Алексеевич, я знаю, что вы автор нескольких оригинальных методик. Могли бы про них два слова рассказать? Ну, вы знаете, вот работая на курорте, я внедрил такую методику, как газогрязевые ванны. Это очень хорошие ванны, то есть даем 40 килограмм грязи, разбавляем этапой, и добавляем 3 литра 18% серной кислоты. Пациент оказывается в трехфазной среде. При взаимодействии реагентов в растворе образуется свободный газ – сероводород. Пахнет он неприятно, но этот недостаток компенсируется его лечебным эффектом. Врачи-бальнеологи оперируют терминами «чулки», «штаны», «куртка» – так называют области тела, на которые наносят слой грязи. Ощущаю себя как новенький просто. Таким образом лечат неврологические, дерматологические, эндокринные заболевания – мужское и женское бесплодие. Перечень очень широк. Но есть еще одна особенность крымского черного золота. Очень часто сравнивают сакские грязи с грязями Мертвого моря. Насколько такое сравнение? Нет, дело в том, что сакская грязь – это живая грязь, понимаете? Я же вам именно поэтому и говорю, что она имеет и гормоноподобные, и антибиотики подобные, и ферментоподобные вещества. Это те микроорганизмы, которые находятся в нашей лечебной грязи. Грязь мертвая моря – это мертвая грязь, понимаете? Там очень высокая концентрация солей, где не живут данные микроорганизмы. Из-за умеренной насыщенности раствора сакские илы способны к самовозобновлению. Отработанную грязь не выбрасывают. Она поступает в специальные рекультиваторы, которые находятся на берегу озера. Соленая вода, омывая грязь, уничтожает чужеродную микробную флору и возобновляет процессы, присущие здешней экосистеме. Через три года такой обновленный ил снова пригоден к применению. Выходить из грязи в князе не всегда плохо. Иногда после этого можно немножко оздоровиться и помолодеть. И для этого приезжайте в САКе. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня. Однако обмазываться всем этим сакским черным золотом стоит под наблюдением врача. Потому что если вдруг вы нанесете не на ту зону, на которую вам не требуется, это может вызвать как минимум аллергию. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь советами и рекомендациями врачей. А вот у нас уже, наверное, на связи наш коллега, у которого нет аллергии. В первую очередь на работу, потому что с самого утра он бодрый, полуэнергии и готов поделиться с новостями. Ну а прежде, конечно же, с ним побеседуем. Сережа, здравствуй. Доброе утро. Алиса, Дима, доброе утро. Я очень рад вас снова видеть. Ну как, ты пробудился? Конечно, я пробудился еще в 6 утра и уже был готов идти на работу. Размялся, готов к эфирам. И встать перед камерой в эфир. Говорю, размялся, готов к эфирам. Конечно, конечно. Слушай, Сережа, я вот так думаю, многие юные, да и не только зрители, которые, когда вырастут, хотят быть таким же специалистом, профессионалом, как ты, и вести новости, думают, ну это клево. И может ты дашь им какой-нибудь совет или покажешь, как разминаться вот именно как диктору перед эфиром, чтобы вот люди немножко приоткрыть им завесу о том, что для дикторов есть разминка не только как зарядка с утра, но и перед эфирами. Ну, само собой, показывать как бы весь комплекс процедур, которые необходимо делать диктору, но, к сожалению, я не все их делаю, потому что просто иногда не успеваю. Но главное больше говорить и говорить правильно, и больше стараться трудиться, и ни в коем случае не пить холодную воду, и перед эфиром немножечко попить теплой водички. Вот, собственно говоря, и весь секрет. Ну, мы надеемся, ты уже размялся перед эфиром и не пил холодную воду, и готов рассказать, что же нас ждет в эфирах ближайших. В утреннем выпуске новостей мы покажем, как Крым готовится встречать туристов, которые поедут на полуостров по железнодорожной части Крымского моста, а также об открытии под Симферополем нового участка трассы Тавриды. Оставайтесь с нами, будете в курсе всегда всех самых актуальных новостей первыми. Спасибо, Сергей, большое. Мы тоже будем потом смотреть вместе с тобой эти новости, а наше время уже подходит к концу. Мы прощаемся с вами сегодня, для того, чтобы встретиться с вами завтра. Нам очень приятно было встречать это утро с вами. Спасибо, что были с нами. Не забывайте, другого такого дня не будет. Заряжайтесь бодростью и позитивом. У вас сегодня точно все получится. Пока-пока.